Я сделаю варенье на 3 кг. Здесь у меня сахар 2,994 кг. Я сделаю один к одному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кило сорок. Вот так. Здесь 3 кг. Все, 3 кг. На 3 кг я сделаю. Можно, конечно же, больше, 1 на 1,5, да, сделать. Но я сделаю один к одному. Будет такое кисленькое варенье. Вишневое. Обожаю вишневое варенье. Зимой пить с чаем. Без молока или морс, да. В холодный чай размешаешь это варенье. Ой, как вкусно. Посадила было? Посадила. А что, что напомнила? Вот так, до вечера постоит. Сок даст. Еще немножко перемешаю. До вечера постоит, сок даст. Еще перемешаю потом и сварю. Сегодня на раз, завтра на второй раз. И сразу закатаю. Что с этим делаем? Это пусть еще немножко постоит. Стечет хорошенько, хорошенько стечет. И тогда я уже уберу морозильную камеру. Я уже говорила, что это у нас пойдет на компоты-микс. Может быть, осенью положу, добавлю в компоты. Могу просто так оставить. Вот как зимой я брала же с морозильника вот эти ягоды. И мы вводили компоты. Можно так сделать. Вариантов много. Как всегда, ничего не показала. Так, я помыла грибы. Как хорошо говорю, что сегодня взяла грибы. На пюре я сделаю филе курицы. Пережарю с грибочками. Один перчик. Так. Вот здесь я помыла укроп. Вода стекает. Это у нас пойдет на окрошку. Сходила, пошла. Собрала губчики. Но все не стала собирать. Там где-то, наверное, столько же или чуть больше еще можно сорвать. Я оставила на радость мужу. Утром придет. Скажет, смотри, что? Вот ты что у курсу не собиралась? Смотри, какие ягодцы. Махапки принесет. Я знаю. Он, не заходя домой, пойдет. В огород проверять. Сахар растворился. И потихоньку закипает. Теперь я открыла крышку. Буду кипятить его на медленном огне. Иногда помешивая. Грибы наши кипели 25 минут. Не варились, а именно кипели 25 минут. Здесь очень много воды. И не так уж много грибов. Поэтому я сейчас... Вишня моя покипела 15 минут. Ложку смотрите, какая хитрая, экономная женщина. Держу ее не на подставке для ложек, а в бокале. Потом я заливаю кипятком. И выпью эту водичку с вареньем. Вот я помешала. Выключаю. Сказала, да, 15 минут варились вишни. И выношу их на улицу до завтрашнего утра. Что я делаю с грибами? Если вы заметили, я перелила в другую посуду грибы. Горошка у меня нет. Есть молотый черный перец. Добавляю немножко черного перца. Капаю немного масла. Ложу несколько листочков лаврового листа. Ложу. Ой-ой-ой, это много. Вот. Четыре. Гвоздички. Ложу две чайные ложки сахара. Чайную ложку с горкой. Да, вот на вилочке я взяла чеснока. Так, наш чеснок. Капаю примерно столовую ложку уксуса. У меня 70%. Предварительно я ложила вот в той кастрюле, когда я варила, в большой кастрюле, да, две столовые ложки соли. Вот так укропчика еще положу. Закрываю и оставляю это до завтра. А завтра я выловлю и заложу в морозильник. Она уже готова. Хотите в салат добавляйте, хотите заправьте луком, кушайте, как хотите. Так, все, убираю сюда. Айдана делает пюре. Мы добавили сливочного масла, молока, черный перец, немного куркумы добавили. Все, уйду сейчас, почти готово пюре. Давай, чтобы комочков не было, да? Так, нежное, нежное получается. Так, теперь к мисе я добавляю мясо. Подсолю. Получше обжариваем мясо, потому что, если сейчас попадут сюда грибы, будет очень много жидкости. И мясо полком не прожать. Так, мы уже положили грибы и перец. Все размешали. И теперь продолжаем все это вместе обжаривать. Сейчас начинаем крошить продукты на окрошку. Как я говорила, у меня здесь 4 яйца и 4 картошки. Все крошим мелкими кубиками. А с яйцами поступаем таким образом. Я крошу ножом белок, а желток пока откладываю в сторону. Сложу немного томата и немного чеснока. Сейчас я добавлю немного черного перца. Хорошо обжариваем томат. Заливаем немного водой. Этого достаточно. У нас медленный суп. У нас подливчик. Дадим ему закипеть. И 5 минут с закрытой крышкой. После выключения постоять. Подлив наш готов. Вот сюда можно лаврушку. Я говорила, что есть любители, которые везде лаврушку. Я не любитель. В некоторые ложу блюда. В некоторые не ложу. Сюда могу положить лаврушку. Какой аромат. Вы не представляете. Посыпаем любимой зеленью. Прикуску с солеными огурчиками. Пюре от марго. Всем приятного аппетита. Здесь у меня 4 белка, яйца и 4 картошки. Теперь в следующий у нас пойдет колбаска. Такого кусочка нам достаточно. Ветер, дождь. А Люся спит на улице. Посмотрите, что творится. И точно так же, как мы мелко-мелко накрошили картошку. И яйца крошим в колбасу. И отправляем ее все в ту же кастрюльку. Теперь беру вот этих 2 огурца. Наши. С нашего огорода. Туда тоже. Тоже крошу руками. У нас здесь нарезано все, да? Все ингредиенты. Беру вот такой добрый пучок укропа. Днем мы его помыли. Подсушили. Теперь я его нарезаю. Мелко-мелко-мелко-мелко. Смотрите, что я делаю дальше. Немного разомнули. И что я делаю дальше. В этот желток добавляю немного кефира. Чуток кефира. Горчицы. Я люблю, чтобы был ядрененький. Добавляю соль. Одну ложку. Добавляю черный перец. Немножечко. Так. Теперь все это добавляю еще чуть-чуть. Так. Превращаю все это в однородную массу. Теперь что я делаю. Я сюда же добавляю наш укроп. И сюда же добавляю зеленый лук. Который мы замораживали. Сегодня, вчера. одну добрую горсточку. Так. А этот лук срочно я убираю в разделье камеру. Не нужно, чтобы он лежал и превращался в кашицу. Так. я хочу, чтобы зелень стала помягче. Вот я не люблю, когда они кольями плавают сверху. окрошки. И знаете, они такие. Если вот бывает еще, может быть, старая, да, уже на пенсию, которой пора укроп зеленый лук или зеленый лук, и он такой колючистый на руке, да. А вот так он выдаёт свои все соки. Еще очень приятно его кушать. Он не будет во рту, знаете, как полено во рту не будет. Вот так достаточно. Вот сюда. Вот он. Так. И эту массу мы вываливаем. Грубо, да? Вываливаем. А что делаем? Кладём. Вываливаем нашу кастрюльку. У меня сильно газированный, самый газированный у нас калакстанский минеральный. Вот. Это сары-агаш. Так. Я, как экономная женщина, сполоснула. Дальше на мойку. Теперь соль у нас здесь есть одна ложка. Вот это всё перемешиваем хорошенечко. у нас здесь литр, да? Айрана. У меня два с половиной. Разницы нет, сколько процентный. Кефир можете даже обезжиренный. Я не полный. Где-то около стакана здесь остался в пакете кефир. Вот так всё размешиваем. Будем ещё пробовать на соль. Получается у меня пол кастрюли. Добавляю сюда. Добавляете сколько вам надо. Хотите погуще, хотите пожиже. сколько здесь? Иху, сколько тебя здесь? Здесь полтора литра. Ну, литр двести наверное я добавила. На этой стадии мы пробуем на соль. Я бы конечно ещё немножко соли пол ложечек добавила. Немного горчицы. Капелюшку горчицы. Как я вчера хотела окрошку. Вы не представляете. И теперь заключительный это лимонный сок у меня идёт. По желанию можете лимонный сок, можете уксус. У меня есть лимонный сок, поэтому я предпочту уксусу лимонный сок сегодня. Эх, эх, эх. что пробуем теперь. Посмотрите какой. Вы видите укроп какой. Крошками. Вот такой консир термцей. Что мы окрошку не ели что ли? Ты нам бешпормак показывай. Ну хочу я сегодня окрошку. Что теперь сделать? Посмотрите какая у нас окрошечка. Ну а теперь дегустация. Мунбанг. Ха-ха. вкусненько. Но эта тетка что делала? Майонез не положила. Так дегустация. И как? Дубль два. По секрету всему свету вот сюда выдавливаем где-то две три ложки майонеза. ворона старая скажите правда забыла все приготовила сейчас покажу смотрите все у меня на столе все у меня на столе было все на столе было я забыла поторопилась но вижу что что-то не хватает ядреность есть а вот такой знаете как сметана жидкая невкусная да вот чуть-чуть вот такой вкус вот теперь попробуем что у нас получилось наша замечательная окрошка зря не понимает она мой зять бы сказал кема что-то 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Горчица творит чудеса. Вась, дышусь. Смотрю, думаю, еще чуть-чуть что ли. Водички хочу, водички. Жижи, жижи. Так, чуть-чуть. Смотрите продолжение в следующей серии. Редиски немножко маловато. Я думаю, у меня много резиски. Не очень, но очень вкусно. Как вкусно. Все. Худеть она собралась, да? Ест за троих, скажите, еще худеть собралась. Это что за комочек лежит здесь? А Люся спит. Ураган успокоился. Смотрите, наши фонарики горят. Видите? Вот они. Горят, горят, горят. Пусть горят. Отвела душу. Вчера очень сильно что-то. Почему я так сильно захотела? Не знаю. Очень сильно захотела окрошку. Сегодня сделала. И сделала так, как я люблю. Ядреную. Газированную. Ну, а на сегодня у нас все. Отдыхайте. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем до свидания. Здоровья. Хорошего настроения. Увидимся завтра. Доброе утро. У нас сейчас утро следующего дня. Время без пятнадцати шесть. Варенье я вчера выносила на улицу. И оно остыло. Я параллельно сейчас простерилизовала в микроволновке баночки. И добавила, знаете, вот такие две пиалушки сахара еще. Подстраховалась все-таки вишня сама кислая. Один к одному. Ну, на малину хорошо, на вишню. Жалко, если протиснет. Сейчас еще раз я прокипячу и будем закатывать в банки. Все. Чайник у меня закипел. Вот он кофе. Вчера, который мы с вами купили. Давайте посмотрим, какой он от вкус. На запах напоминает кофе. Жареный кофе. Пахнет. Цвет. Цвет тоже обычный. Цвет обычного кофе. Я сейчас добавлю холодной воды. Горячей я пить не могу. Варенье закипело. Теперь я поставлю его на медленный огонь. И буду его еще кипятить 10 минут. Затем разолью по банкам и закатаю. Варенье готово. Раздвигаем вот сюда. Сдвинула на край плиты. И разливаем по банкам. Варенье сейчас не очень густое, жидкое. Поэтому распределяем. Не только ягоды брать, а сироп тоже. У нас получилось 6,07. Не одна вот такая баночка пол-литра. Вот так. Все, как остынут эти баночки, мы их спустим в погреб. Все. Пустим. Пустим.